Ну и даже если вы не умеете расслабляться, надо срочно учиться. Особенно это касается жителей мегаполисов. По данным психотерапевтов, в России распространенность невротических расстройств достигла показателя почти в 70%. Такой раз специалисты связывают с темпом жизни и психологическим напряжением, а также социально-экономическими проблемами. При этом эксперты предостерегают, пациентов с неврозами, фобиями и депрессией становится больше. А вот врачей, способных оказать помощь, наоборот, с каждым годом только меньше. Ситуацию обсудим с психотерапевтом, членом Международной ассоциации психоаналитиков Александром Данильевым. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут есть цифры. В России, по разным данным, от 3,5 до 4 миллионов человек страдают различными психическими заболеваниями. А сколько на это количество зарегистрированных приходится врачей и специалистов? Вот давайте мы их тут немножечко разведем, потому что тема нашего разговора довольно непроста. Дело в том, что, вообще говоря, вопрос сводится к модели помощи населению психотерапевтической или психиатрической, которая действует в стране. То есть она все-таки есть? Вот я могу сказать, да, конечно, она есть. И на сегодняшний день, и вот слияние и объединение больниц это подтвердило, это модель тоталитарного общества, то есть стационарная модель психиатрической помощи, где в центре лежит стационар, то есть изоляция больного. Когда вы говорите слово невроз, вы говорите не о болезни психической в понимании нашей страны, то есть в понимании официальной психиатрической науки, вы говорите о расстройстве личности, о реакциях личности на то, в строгом смысле этого слова, раз уж вы меня представили как психоаналитика, то по Фрейду это очень строго и точно. Это реакция личности на то, как его подавляет общество, включая сюда все, традиции общества, государства и как бы мегаполис, например. Да, но тем не менее такому человеку нужна же помощь все равно? Такому человеку помощь нужна. Так вот, я и хочу сказать, что с точки зрения психиатрической помощи, я бы хотел, чтобы наши зрители просто смогли понять разницу. Она довольно проста. Психиатрическая помощь сегодня – это помощь психофармакологическая. То есть психиатр, главным образом, психофармаколог, он назначает те или иные препараты от той или иной болезни. Психотерапевт, которого вы имеете, как я понимаю, в виду, и про которого вы спрашиваете, это человек, говорящий, который пытается помочь другому человеку? Нет, на самом деле вы неправильно нас поняли, Александр Геннадьевич. На самом деле мы спрашиваем о том, вот эта модель, которая существует в нашем государстве, она подразумевает вообще помощь и тем, кому нужно общение, и тем, кому нужны таблетки. Потому что если человек не попал на прием к психиатру, он таблеток этих не получил. Или он их получил, этот рецепт, но кто потом посмотрел, пошел ли он его, купил ли таблетки, приобрел, и пьет ли он их, и так ли, как он должен их пить. То есть достаточно ли специалистов? То есть вот патронажа, вот именно патронажа этого существует. Я просто не закончил ответ на ваш вопрос. Я считаю, что специалистов, которые называются психотерапевтами, в нашей стране, по крайней мере в государственных структурах, не просто недостаточно, их фактически нет, а если они есть, они формально есть, они не используются. Потому что психиатры-фармакологи просто не направляют к психотерапевту говорящим, да, помогающему с помощью усилий души. Ну, там, упражнениями, ну, по крайней мере, не таблетками. Вот этих специалистов, конечно, мучительно не хватает. Ровно потому, что у нас такая модель психиатрии. А если вы говорите о психиатрах, то по сравнению с Европой или США, у нас их даже некоторый переизбыток. Я не знаю точной статистики, я же не имею отношения к Минздраву, лучше запросить их, боюсь ошибиться. Но я вам могу сказать одно, что число психиатрических больниц на 2013 год, до начала медицинской реформы в нашей стране, у нас на 100 тысяч населения, по-моему, было 45 больниц в стране, тогда, в 2013 году, а скажем, в Англии 37, в Италии 32, и так далее, и так далее. Тогда вот мы бы отходим к вопросу, а что это за больницы? Я просто режиссер попрошу показать фотографии, сделанные, по-моему, в Смоленской области. Да, это больницы, которые в общем, понимаете, какая штука, мы не прошли, наверное, при моей жизни уже не пройдем, ту очень медленную, неторопливую реформу психиатрии, к которому очень по-разному у нас относятся, очень многие у нас ее ругают, но которую практически начал итальянский профессор Фрэнко Базалия такой в начале 70-х годов. Там было его знаменитое выступление в Бразиве, которое всколыхнуло всю Европу. И это попытка, если хотите, сделать две простые вещи. Первая вещь – это как бы максимально уменьшить число больниц, которые занимаются изоляцией пациентов от общества. И только лишь. И только. Фактически и только. Вот у нас нет… Обратите внимание, например, на такую очень простую вещь. У нас есть понятие лекарства и наркотики. Да, вот есть психотропные лекарства, есть наркотики. По-английски это все звучит одинаково. Дракс. Дракс. Совершенно верно. Даже аптека Дракстор. Да, Дракстор. Все понимают, что Дракс, в первую очередь психоактивные вещества и наркотики, различаются между собой по эффектам действия, но одно переходит в другое. И сегодня превалирование подавляющее использование психотропных препаратов и стационарной модели медицинской помощи приводит к тому, что фактически главной задачей психиатра является выявить больного и изолировать его от общества. То есть у нас неправильная модель получается? И общество будет ему еще аплодировать и скажет, вот нам сейчас скажут, да, так и ну, а как же? А иначе вот как же тогда? То есть у нас неправильная модель получается? Нет, нет, нет. Человека пускают по неправильной цепочке? Простите, я вообще, ну простите, я очень не люблю слов правильно и неправильно. Кто я такой, чтобы судить? Я сейчас говорю от своей собственной субъективной точки зрения и точки зрения международного сообщества. И так, да, сегодня модель, основанная главным образом на стационаре, когда стационар направляет больного в психоневрологический диспансер, а психоневрологический диспансер занят преимущественным учетом и назначением лекарственных средств и возвращением в больницу обратно, то есть происходит такое, знаете, самовоспроизведение. Психиатрия создает себе психические больницы. То есть такой круг, из которого нельзя... Вы только обратите внимание на этот разброс, он колоссален. Миллион человек. Так, примерно 3,5-4 миллиона с половиной психические больницы. А как надо тогда? Как вот вы считаете, какая модель была бы наиболее эффективной для абсцента? Ну, на самом деле, эта модель итальянской сегодня психиатрии для меня. Опять, субъективно, я не являюсь окончательным авторитетом в этой области. Вы ко мне обращаетесь, я отвечаю. Абсолютно то, что происходит сейчас, не устраивает никаким образом. Я хочу сказать, что в этой модели есть два различия. Я очень просто попробую это объяснить, потому что все сложнее, на самом деле. Различие первое. Больного встречает, первичного больного, не психиатр, который вооружет до зубов психотропными препаратами, а вот психотерапевт или психолог. И он решает, он может справиться психологическими методами. Или он, этот больной, нуждается в направлении к психиатру, к психофармакологу, медикаментозному психиатру. У нас все наоборот. Это первое. И второе, уменьшается число психиатрических стационаров. Очень постепенно это происходит, десятилетиями идущий процесс. И они заменяются реабилитационными центрами, общественными организациями, где такие пациенты могут работать, постоянным патронажем, причем в том числе... У нас есть подвижки к этому? Социальным, так называемым, патронажем и реактивным патронажем. Нету. Если у нас нету, я думаю, что при моей жизни, еще раз, да, я не молодой человек, ничего этого и не произойдет, поскольку мы с вами, мы, мы живем по-прежнему неким тоталитарным нашлением. Нам выкарабкиваться будет очень сложно. На самом деле, просто я хочу, чтобы вы все-таки посмотрели, нам режиссер покажет, вот это в Смоленске происходит. Вот это отремонтированный корпус, а есть фотографии неотремонтированных корпусов, где, собственно, людей содержат, наверное, по-другому не скажешь. Похоже, что отсюда люди больше уже не выходят никуда. Они отсюда больше не выходят. Я когда-то опубликовал статью на тему о том, почему из психиатрии, из психиатрической больницы нельзя выйти здоровым. Вот поэтому. Но дело не только в этом. К сожалению, я еще об одной очень важной вещи хочу сказать. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что огромному количеству наших пациентов, пациентов, не врачей, это такой взаимовыгодный процесс. Вот они... А в чем выгода пациенту здесь? Вы знаете, это ужас. Это... Но в этом ужасе все равно кормят и дают таблетки, чтобы не думать. И у человека появляется возможность не проявлять активность, не жить, не бороться. Вот доживать получается? Что остается? А вы знаете, я просто знаю, ну, я работал в разного рода больницах, и в наркологических, и в психиатрических. Я могу сказать, что такое род, такого рода доживание устраивает огромное количество наших пациентов. И все-таки, Александр Геннадьевич, вы когда... Даже вот таких устраивает. Когда вы простраивали... Лишь бы не думать и не отвечать за себя, не проявлять активность. Ведь это освобождает от ответственности. Вот вы приходите. А вы могли бы вот таким людям помочь люди, которые с ними говорят? Могли бы, конечно. Потому что, на самом деле, каким бы школам не принадлежали мои коллеги, чем бы они ни занимались, психотерапевты, они все равно пытаются вернуть человеку активность, какой-то способ анализа самого себя, своих семейных, общественных отношений. Желание жить. Какое-то желание жить. А в общем, по большому счету, все, что делает сегодня вот такая лекарственная терапия, это она вызывает вот эту апатию, которую... Ну, превращение фактически в овощи такое. Хотя она должна, наверное, пытаться возвратить в общество этого человека. Правильно? Ну, понимаете, какая что-то... К социальной жизни вернуть. Согласитесь, в некотором смысле, это наша добрая, хорошая традиция. Да, тех, кто пытается проявлять какую-то непривычную обществу активность, в том числе. Когда-то отправляли в лагеря, потом... Ну, в общем, это долгая история. И тут говорят, лишь бы кошечек не мучил. Когда так произносят, говорят, если он не опасен для общества, но имеет свои странности, допускай он существует. Вы представляете себе меру ответственности человека? Давайте еще вспомним. Ну, вспомним хоть на секунду, что мы все-таки живем вроде как в христианском обществе. Сегодня. И недаром же Христос говорил, не судите и не судимы будете. Вы представляете себе меру ответственности и знаний, который должен взять на себя человек, чтобы сказать на будущее, на будущее, вы социально опасны. Ну, вот я поговорил с вами во время интервью. Этого достаточно, потому что я наблюдаю ваш психический статус. Мне не нужно больше ничего. Мне не нужно вас обследовать. Так. Мне не нужно никаких психологических тестов. Мне достаточно моего взгляда, полученного мной, в лучшем случае, за двухгодичную ординатуру. Большая ответственность. Вот беда. Таких специалистов, как вы. Я показываю пальцем и говорю, вы в будущем можете совершить преступление. Вас нужно изолировать от общества. Или вам нужно назначить этому человеку какой-то курс лечения, который позволит избежать этого. Плюс мы еще проследим за вами, как вы пьете эти таблетки, и будем периодически наведываться к вам, чтобы понять, действительно все протекает так, как мы предполагаем. Вот, наверное, вот такой выход. Вы знаете, вы очень такую важную вещь подняли. А может ли один человек, вот как вы сейчас сказали, действительно указать на человека, сказать, он социально опасен, этого человека тут же запихнут, свяжут ему руки за спиной, запихнут в машину, превентивное преступление предупредить. Такого же тоже не должно быть в нормальном обществе. Понимаете, какая штука? Если такого в нормальном обществе быть не должно, и к чему приводят те самые, мы массу фантастических фильмов видели, правда, о предсказателях преступлений, и к чему это приводит, я хочу сказать, что, наверное, профилактикой преступности должна заниматься полиция. Она может обращаться к психиатру, к психотерапевту, к любому, и все дадут ответы. Однако психотерапевт и психиатр это человек, который должен помогать. Это вообще профессия врача. Понимаете, какая штука? Врач не полицейский. И это у нас как-то очень прочно, на мой взгляд, перепутали эти две профессии. Все время полиция, госнаркоконтроль от наркологии, там МВД и ФСБ от психиатрии. Хотят того, чего на самом деле врач не может дать. А на ваш взгляд, что должно быть в этой проблеме? Это же проблема все равно. Пускай 3,5 миллиона, не 4,5 по нижней кромке у нас душевной больницы. Знаете, это проблема, о которой нужно говорить. Это проблема какого-то очень специального, в том числе высшего образования для врача-психиатра, дефис-психотерапевта. То есть для государства это важно, чтобы как можно меньше было таких людей? Это еще одна проблема огромная. Это проблема активного, заинтересованного участия общества в судьбе тех людей, которые страдают от неврозов до серьезных психических болезней. Одну только деталь скажу. Вот смотрите. Вы говорили, да, а может ли один человек вот так вот решить? И поэтому итальянцы в первую очередь, сначала в Бразилии, потом в Италии, решили, что таких людей должно быть много, они должны быть разные. Должны разные организации заниматься помощью этому больному, хотя куратор, как бы тот, кто ведет и сводит всю эту помощь в единое целое, должен быть один. Должны быть разные модели, я не знаю, того, что у нас когда-то называлось лечебно-трудовыми мастерскими. Представляете себе, что на этой основе можно вырастить, если туда еще поместить социальных работников. Мы очень многих сможем вернуть, на самом деле, к социальной жизни. Конечно. И в итоге именно ответ-то заключается в том, что необходимо развивать не одну карательную, тоталитарную или стационарную помощь населению, а самые разные ее виды, сокращая при этом госрасходы. Потому что все то, о чем я говорю, не увеличивает, сокращает госрасходы. Потому что самое дорогое содержание, это, конечно, самые большие деньги съедает, конечно, не амбулатория, а стационар. Вот на эту... Вы даже себе не представляете, какие суммы в год расходуют на эту разрушенную, разваленную больницу. Сколько денег списывают, там вообще даже я уже это говорил не могу. Вы знаете, у меня будет вопрос, наверное, он будет последним. Вот сейчас нас... Мы часто читаем газеты, да, мы смотрим по телевизору какие-то, ну, совершенно волосы встают дыбом от сюжетов, когда человек вырезал всю свою семью, там, расчленил соседей, взорвал голову, я не знаю, где-то, где-то. И выясняется потом, что этот человек стоял на учете в каком-то диспансере, но при этом его годами никто не проверял, он годами там не появлялся. Вот как здесь нужно действовать? Действовать здесь тоже очень сложно и нужно. Во-первых, конечно, в существующей системе врачи должны посещать больных на дому, и это служебное преступление, то, что мы обсуждаем. Это первое. Но это так не решишь. Потому что тот факт, что он вырезал свою семью, страшный факт, не является для меня фактом того, что он являлся психически больным человеком. Я очень боюсь, что вот это все, вся эта расторможенность... Ну вот он обиделся на семью, напился и вырезал ее. И мы успокоительно себе говорим, это психически больной. Им должны психиатры заниматься. Но на самом деле он рос в семье, где его фактически не воспитывали. Он ходил в школу, где хронически не хватало учителей, и ходил в нее через пень-колоду. Он начал пить в 16 лет, его сделала окружающая обстановка слабоумным ровно потому, что вот к той самой жизненной активности, к тому самому... Это же ведь все вопрос образования. Начинать надо с огромного количества всяких разных вещей. Но я вам могу сказать следующее. Есть одна единственная известная корреляция употребления наркотиков и... Употребления наркотиков. Вот все равно, как мы не спорим с этим, чем выше образовательный ценз в среднем популяции, там любой, городской, например, тем меньше наркотиков употребляется. Чем выше уровень образования... Поразительная штука. Чем выше уровень образования и культуры в регионе, тем меньше в этом регионе будет становиться психиатрики, психически больных. Потому что вы сейчас говорите о том, что человек по какой-то причине, скорее всего, пьяным, скорее всего, обиженным на жизнь, растормозился. Это его ни в коем случае не оправдывает. Но это не оправдывает и нас. Потому что это мы, мы, в первую очередь, мы с вами, граждане страны, мы закрываем глаза и говорим, это психически больной. Нам не надо об этом думать. Хорошо. Пусть думают психиатры. Александр Геннадьевич, в той ситуации, которую мы имеем сейчас и с образованием, и с семьей, и тем паче, собственно, в психиатрии нашей, современной, российской, если ничего не поменяется, количество психически нездоровых людей будет увеличиваться? Конечно. Конечно, по той простой причине, что ситуация становится все более и более нестабильной. Как любые времена экономического кризиса, они вызывают внутреннее напряжение. И не забывайте, что они вызывают внутреннее напряжение и внутренние переживания. Вот у тех самых людей, пьющих с юности без образовательного ценза, я утрирую, конечно. Понимаете, какая штука? И поэтому, как вам сказать, ну вот, например, чтобы было понятно, вот все то, что мы сегодня называем интенсивным образованием, интенсивной педагогикой, активным социально-психологическим обучением, оно все было разработано в 60-х годах в США, как методы профилактики наркотиков и психических болезней. Когда по всей стране реабилитационные центры, в нашем понимании, или центры психического здоровья, так это называлось в Италии, в Бразилии, именно здоровья, не психической болезни, а психического здоровья, стали, знаете, такими прямо культурными завязями, в которые потянулась молодежь, и которые, ну, каким-то образом ее наполняли. То есть примеры у нас уже есть. Нужно взять и как-то применять этот опыт у себя. Конечно, да. Спасибо вам. В утренней студии был психотерапевт, член Международной ассоциации психоаналитиков Александр Данилин. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Да, сейчас проводим. Ох, конечно.